Христианская притча Богатый человек и его сын любили собирать редкие произведения искусства. Они часто собирались вместе, чтобы любоваться каким-нибудь великолепным шедевром. Когда началась война, сын был призван в армию. Он проявил себя отважным и смелым солдатом и, спасая жизнь другого бойца, потерял свою собственную. Отец был извещен о потере сына и глубоко горевал об этом. Примерно через месяц после описанных событий в доме отца раздался стук в дверь. У дверей стоял молодой человек с большим свертком в руках. Он сказал, «Сэр, вы не знаете меня, но я тот самый солдат, за которого ваш сын отдал свою жизнь. В тот день он многих спас. И в то время, когда он нес меня на своих плечах, пуля пробила его сердце. И он мгновенно умер. Он часто рассказывал о вас и о вашей любви к искусству. Молодой человек протянул сверток. «Я знаю, что это немного. На самом деле я не великий художник. Но я подумал, что ваш сын хотел бы, чтобы вы имели это». Отец открыл сверток. Это был портрет его сына, нарисованный молодым солдатом. Он был глубоко взволнован той точностью, с которой солдат изобразил черты лица его сына. Глаза молодого человека, изображенного на портрете, так сильно притягивали его, что он не смог сдержать слез. Он поблагодарил солдата и предложил ему плату за портрет. «О нет, сэр, я никогда не смогу оплатить то, что сделал ваш сын. Это подарок». Отец повесил картину в прихожей. И каждый раз, когда посетители приходили в его дом, он с замиранием сердца показывал им портрет своего сына. А уж потом всю остальную коллекцию картин. Спустя несколько месяцев этот человек умер. После его смерти должен был состояться большой аукцион его картин. Собралось большое количество людей, среди которых было много знатных и влиятельных лиц. Для них это был хороший шанс приобрести картины знаменитых художников. Первой на платформе была выставлена картина с изображением сына. Ведущий аукционом ударил своим молотком и произнес. «Аукцион мы начинаем с продажи картины «Сын». Кто даст свою цену за нее?» В зале стояла мертвая тишина. Затем с конца зала послышался голос. «Мы хотим видеть знаменитые картины. Пропускайте эту». Но ведущий настаивал на своем. «Кто даст цену за эту картину? Кто начнет?» «Предлагайте. Двести, триста долларов». Послышался другой раздраженный голос. «Мы пришли сюда, не на эту картину играть. Мы хотим видеть картины Ван Гога, Ребронта. Нам нужно настоящее искусство». Однако ведущий аукциона продолжал наставить на своем предложении. «Сын, сын, сын, кто возьмет сына?» Наконец, из самых последних рядов аукционного зала прозвучал голос. Это был садовник, который долгие годы служил этому человеку и его сыну. «Я могу дать только десять долларов за картину». Будучи бедным человеком, это было все, что он мог предложить. Ведущий оживился. «У нас есть первое предложение на десять долларов. Кто даст двадцать?» «Отдайте ему за десять», – прозвучало из зала. «Мы хотим видеть шедевры». «Было предложено десять. Кто-нибудь предложит двадцать?» Публика начала волноваться и высказывать недовольство. «Они не хотели картину сына. Они рассчитывали на более выгодное инвестирование своего капитала». Ведущий ударил молотком. «Десять долларов раз. Десять долларов два. Десять долларов три. Продано за десять долларов». Человек, сидящий на втором ряду, закричал. «Наконец-то! Теперь давайте нам настоящую коллекцию!» Ведущий положил свой молоток и сказал. «Мне очень жаль, но аукцион закончен». «Но как же остальные картины?» «Прошу прощения, но когда я был приглашен для проведения этого аукциона, мне было сказано о секретном распоряжении владельца коллекции. И до этого момента я не мог сообщить об этой последней воле хозяина картин. На аукционе разыгрывается только картина сына. Тот, кто купит ее, получит наследство все имение и всю коллекцию картин. Человек, который приобрел сына, получил все». «Все». 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 «Все».